Здравствуйте, мои дорогие! Я сегодня чищу наушники от Zoom PlayStation. Я приделал к нему шнур, чтобы можно было пользоваться к любым гаджетам. Там Android, в моем случае это iPhone. И мне осталось лишь почистить шнур. Я хотел бы показать, как правильно чистить шнур. Мы берем тампон, уже заранее смоченный одеколоном, и начинаем от головки покрутить туда-сюда, чтобы убрать излишнее пыль и все такое. Вот, начинаем от головки, вычищаем. Если я пользуюсь одеколоном, то пыль очень хорошо уходит и придает такой свежий облик, как будто вы только-только что приобрели. Хотя этот шнур у меня уже пылился, как минимум 7 лет, так точно он пылился у меня. И сегодня я решил его использовать. Вот так постепенно, чтобы он был более-менее такой, как будто бы только вчера куплен их царем, но уже 7 лет. И там ушло, да. Самое хорошее это, из-за чего я вообще это все затеял, звук, который мне понравился. Только поэтому я решил попробовать сделать их под айфон, потому что когда я услышал их звучание на компьютере, я понял, что, короче, я хочу это звучание на айфоне, но они подходили лишь сугубо к Sony Pestations приставке и... Сугубо компьютером, поэтому, когда они дали сбой, сбой этой блютуз-системы, то я решил, короче, что дать им второй шанс, второй шанс. То есть, вот я предел к нему шнур, я раньше ходил на радиокружок, и разбираюсь как бы в технике, у меня остался паяльник, седьмая, и вот я вчера обратил 3 часа на то, чтобы сделать им вторую жизнь, дать вторую жизнь. И вот, все, что я нашел, это этот шнур, который мне был необходим, но он уже запылился, отвердел немного, и я решил, что надо просто его тоже привести в порядок. Ведь я эти наушники буду слушать в автобусе, но люди, значит, все должно блестеть, сверкать и радовать, радовать глаз. Вот, поэтому я все начисто вычищаю, и в принципе, я уже закончил шнур, это был последний рубеж, который мне хотелось очистить. Сами наушники я уже хорошенько почистил. Единственное, чтобы еще удивить, одну минутку мембране, которая будет прилегать к кухе, одну минутку, не больше. В предыдущих роликах я уже чистил мембрану, но просто почему я хочу это сделать еще? Потому что именно мембрана, она касается уха, поэтому у нее хочется почистить лучше, почистить лучше, но аккуратно, чтобы не повредить сами наушники, потому что... Эти места, прилегая к ушам, создают комфорт, чтобы этот комфорт был бесподобным. Надо, чтобы все было чисто и элитно. Ну что ж... Вот я и закончил. Такие вот наши нюшки со шнуром. Я включаю в компьютер. И... ...одеваю. Очень хорошее звучание. Сразу делаю немного под себя. Вот у меня здесь они хорошо делаются выше, ниже, то есть все супер. И очень плотно сидят и не спадают. Очень круто. Все. Это осталось и для красоты, и для воспоминания, и для понта. Можно попонтоваться. Даже они включаются. Вот они включаются, но это не говорит о том... Вот, замигала лампочка, лампочка замигала, но это не говорит о том, что они теперь звучат именно сюда, и звучат они теперь только через шнур. А эта лампочка, это лишь только для понта, потому что я не доставал механизм, я не доставал аккумулятор, и видимость, чтобы создавалось как будто бы, ну, все таким образом действительно круто. Но звучание это через шнур, к тому, какое дело, если кукла без ноги. Главное, чтобы была классная игрушка. И-и-и-и-и-и-и-и. Ну что ж, выключаем. И завершаю я ролик. Пусть у вас все будет круто работать. Все, точка. Мечтали, пока-пока. Мечтайте, делайте, воплощайте мечты в реальности. Радуйтесь каждому лучку солнца, который падает на вас. Даже если это через окно. Пока-пока. Подпишитесь. Продолжение следует.